Добрый день всем. Мы начинаем сегодня второе занятие. Собственно, это первое было годное занятие, а сегодня мы начнем читать перевод книги Маниту Рава Леона Ашкинази, который написал, он не написал книгу, он великий французский учитель иудаизма, и по его урокам, по записям уроков, была написана книга «Тайны евреев». Это сделала Габриэля Бенч-Муэль, очень интересная женщина «Честные судьбы». И эту книгу я считала очень важной перевести на русский язык, когда я с ней в первый раз встретилась, это было много лет назад, довольно много лет назад. Она оказалась очень-очень важной, хотя я до этого слышала лекции Маниту на иврите, но Габриэла слушала их на французском, я слышала от многих людей, что на французском уровень лекции другое и понимание другое. Сама судить про это не могу. Ну, сегодня мы так решили. Я хотела спросить, может быть, кроме Андрея и Григория, есть кто-то другой, кто уже был на прошлом курсе, когда мы эту книгу изучали? Еще в самом начале, когда мы только начали ее переводить, я взяла параллельно вести курс по ней. Можно открыть микрофон и сказать, никто из вас, кроме Андрея, не был, да? Ну, вот Андрей и Григорий считают, что вполне можно начать снова сначала, тем более, что большинство людей не были на первом курсе. И посмотрим, как оно пойдет. Если какие-то места нам покажется возможным пропустить, мы, возможно, их пропустим. Итак, мы сегодня открываем с самого начала эту книгу, которая начинается с Берешит. Начинается творение. Я начну, может быть, сама прочту начало, а потом, может быть, кто-нибудь вместе со мной. Вот это так выглядит книжка. Что такое творение? Она начинается самым известным в человеческой культуре словами. В начале сотворил Бог небо и землю. Ну, естественно, на иврите это звучит не так однозначно. Возможно, это был перевод. Мы читаем в переводе на русском. Это то, что мы видим. «Земля же была пустая и хаотичная, и тьма над бездной, и Дух Божий витал над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что свет, свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день оттень. Важно прочесть это, потому что мы потом прямо вот сейчас будем соотноситься с этим текстом. Внимательно изучение этих стихов, потому что нужно их изучать внимательно. Порождать много вопросов. Это, в общем, сейчас первое, что делает Монету, он начинает с вопросов текста. К тексту мы в каком-то смысле относимся очень внимательно, мы его очень ценим, но относимся к нему как к какому-то виду откровения. Потому что другого откровения у нас сейчас нет, и мы предполагаем, что сам текст может нам сказать гораздо больше, чем кажется. И он является настолько важным, что любой вопрос, который у нас возникает к этому тексту, он является чрезвычайно важным. И вот он перечисляет дальше вопросы. Как были сотворены небеса и земля, если еще не было пространства и мира? Я просто пытаюсь объяснить вопрос. Нам понятно, что земля – это часть мира, это какое-то более позднее образование, чем, скажем, большой взрыв. Это даже не исходит из физика, а из общего представления. До земли тоже что-то было, что вот прямо первое, что возникло – это земля и небо. К чему относятся слова вначале? Вначале чего? Что было до этого начала, откуда взялась вода, над которой летает путь? Сначала утворил небо и земля, вот этот цель, и Дух Божий витал над водой. Оттуда вода? Про воду мы еще ничего не слышали. Я немножко объясняю, откуда берутся вопросы, но если кто-то хочет что-то добавить, я буду очень-очень рада. Что он этот Бог? Тут можно пояснить, что вначале чего – это вопрос непонятен по-русски, потому что грамматическое слово «берешит» предполагает существительное, которое должно быть за ним. Его здесь как раз нету. Прекрасно, да, очень важно. Да, по-русски иногда можно сказать, вначале я хочу, и как бы вначале чего оно подразумевается. А на иврите грамматически действительно требуется… Как будто пропущено здесь что-то. Да, да, вот пропуск, он требует внимания, объяснения, да. Кто он этот Бог, создавший творение, мы ничего не знаем. Начинается прямо с середины. Вот нет, чтобы сначала мне объяснить, что есть Бог. Но неважно. То, что мы где-нибудь в конце книжек читаем, что Господь Бог наш, Господь един, что, в общем-то, какое-то представление минимальное дает. А тут мы прямо начинаем с середины. Вот Бог, так сказать. Хорошо, что сначала, вообще говоря. Можно было, могли бы не сначала начать, как многие трактаты Талмуда начинаются прямо с середины. Как мы сейчас учим трактат Гетин, не начинается с того, что такое Гет. В самом конце уже, в последней главе разбирается. То есть разводное письмо имя. И почему на иврите его имя стоит именно во множественном числе? Если Бог один, мы это узнаем в конце, но пока мы этого не знаем, все-таки, если Бара, а не Бару, то не сказано, что сотворили, если их было много. А если один, то к чему во множественном числе? Элуким. Элуким – это волк на ивритее, но форма слова – множественные числа. Как может быть еще совершенный и всесильный творец? Это у нас как бы аксимум. Все творят всесиленно, совершенен. Все может во всяком случае представление нашего мира, которое он сам создал. Я сам придумал книгу, я сам ее написал. Я могу как угодно распоряжаться ее героями и ее антуражем. Почему он начинает свое творение с мира хаоса, с несовершенного мира? Того вау – это хаос, да? Хаос, упомянутый здесь, на ивритее называется Того вау. Что это за тоу и что это за воу, который переводится русским словом хаос, но опять же оно переводится так, потому что мы что-то уже про это знаем. Еще в соответствии с этими стихами тьма предшествовала свету. Как-то мы должны понимать. То есть, во-первых, хаос, во-вторых, тьма. Что означает в данном контексте слово «то»? Что значит «хорошо»? О каком добре тут говорится, когда еще нет зла? Мы еще не слышали ни о каком зле, но уже в оценке Всевышнего того, что проделано, он уже употребляет слово «то». Мы все понимаем, что то ира, добро и зло, хорошо и плохо – это, в общем, всегда понятие относительное. Какой смысл слова «день» в этом отрывке? Означает ли он тот же промежуток времени, который мы считаем днем? И вообще может ли быть какой-то смысл понятия времени, когда еще не существует человека, который его ощущает? Что это напоминает нам некоторый философский вопрос? Сдает ли дерево звук в лесу, где оно падает, если никто его не слышит? Мне кажется, эти вопросы необходимы для человека, который первый раз встречается с этим текстом. Или наоборот, тот, который много раз уже встречался с этим текстом и воспринимает его как само собой разумеющий. Если он не спрашивает себя такие базовые вещи, то нужно, чтобы пришел манитут и сказал, что ты обязан на это спросить, потому что это важно для понимания мира. Если ты не спрашиваешь, то ты понимаешь в этом мире просто по течению, не задаешь себе главные вопросы. А главные вопросы рождаются именно в первых стаках коры. Может, кто-то еще хочет сказать, Андрей? Ну, прождем дальше. В отличие от того, что описывают нам стихи Тары в обычной жизни, человек, выходя из дома и оглядываясь вокруг, он видит солнце, луну, различает зиму, лето и везде, куда бы он ни посмотрел, он видит определенный процесс, который в конечном итоге для человека кончается смерть. Я добавляю им своими словами, но я думаю, что это естественно так понимать. Не то, что все кончается смертью. Для него кончается смертью. Он видит природный мир, которым присущи детерминистские законы, и в них нет проявления милосердия. То есть это очень важно, мне кажется, описание, которое дает мне ту взгляду человека на мир, естественно, научными, скажем, связанными. Зовем его так. Который не видит в мире, как Лапласка, никакой дополнительной управляющей силы, никакой цели, никакой морали. А есть закон мироздания, законы природы, которые действуют определенным образом. Назовем это детерминизмом. Сегодня, может быть, это не так остро ощущается со всякими новыми законами физики. Тем не менее, мы видим, что есть законы, что всегда они неизменны. Когда тянем на себя дверь, мы представляем себе, что она должна открыться, а не противиться. Или, выходя из дома, я не предполагаю, что упаду в яму, потому что она неожиданно развернется перед нами. То есть какие-то совершенно неожиданные события, не подчиняющиеся логике и законам природы в мире, в общем-то, не происходят. А если все подчиняется законам природы, у всего есть причины и следствия, то где здесь вообще может быть место божественного правления, где здесь есть Бог, где здесь есть мораль. И самое главное, что то, что он говорит, что в нем нет милосердия. Может быть, посмотрим, что пишет Габриэла. Она пишет так. В другом месте Равашкинази разбил эту мысль и сказал, что невозможно доказать существование обладающую волей творца через созерцание природы, поскольку она подчиняется законам детерминизма. Дальше, может быть, надо было немножко подправить текст, но очень не хотелось. Это мнение Равашкинази отличается от подхода как общих, так и еврейских философских учений. На самом деле, есть всякие учения, которые считают так же философские, как Равашкинази. Но, наверное, тут надо вставить слово «большинство» или «принципиально», или какой-то еще. Потому что, вообще говоря, с точки зрения логики, философ смотрит на мир и пытается, исходя из взгляда на мир, понять, как он устроен, понять, как устроена душа, и понять, как устроено взаимодействие человека с миром, включая мораль. Но если в мире вокруг нет никакой морали, как можно ее найти, если не обратиться к Всевышнему? Вопрос. Как можно преодолеть разрыв между тарой, приводящей описание грандиозного процесса творения и последовательность изменяющихся событий, то, что она рассказывает таран? И враждебной немой реальностью без творца и целетворения, которое открывается нам в этом мире. Тут есть еще два параметра. Во-первых, реальность враждебная. Почему? Думаю, потому что кончается смертью человека. Как ты не старайся? Что ты тут не делаешь? Какая прекрасная жизнь у тебя не была? А конец всегда один. Он, в общем, как бы не оптимистичный. А во-вторых, немой. И мне лично это очень много говорит. Потому что, если человек верит в наличие управления, наличие Всевышнего, то весь мир разговаривает. То мир — это некоторый способ диалога между Богом и человеком. Ему все о чем-то говорит. То есть мир, он не немой. А если мы вычеркнем из этого взгляда Бога или его управления миром, то мир останется немой, он ничего мне говорить не будет. Когда мы начинаем читать книгу Береши, мы видим что-то одно, а по жизни, разглядывая мир, мы видим что-то другое. И он спрашивает, как можно преодолеть этот разрыв. Я думаю, что это очень важная задача, которую Рав писали перед собой. Получается, мы видим немой мир, а Тора нам говорит, что он не то, что не немой, а он сотворен словом. Это значит, что в основе мира находятся буквы. И в идеале мы должны их раскрыть и видеть мир как речь. Но для этого нам что-то не хватает, чтобы Бог начал диалог с нами и показал, как искать эти буквы. Безусловно, я думаю, что Рав к этому еще придет в дальнейшем. Безусловно, когда он приходит, что в таком считании возникает необходимость откровения. Может быть, будешь читать дальше, если тебе не трудно? Безусловно, поскольку Тора исходит из представления, что за бесконечным числом явлений этого мира скрывается вечный и совершенный Творец, желающий творить добро своим творениям, возникает вопрос. Почему Творец решил создать такой несовершенный и злой мир? Или, если пользоваться терминами первых стихов книги Берешин, почему в процессе творения хаос предшествовал порядку, а тьма свету? На этот и другие сложные вопросы мы попробуем дать ответ на следующих уроках. Но хаос предшествовал порядку. Но ведь самая первая строчка же «сотворил Бог небо и землю» – это все-таки некий порядок, да? Небо, земля, Бог, который… Да, да. Нет, ну дальше о чем говорится? Но земля была… Это как бы, можно сказать, что это описание процесса. Не то, что… Ну, мы не хотим вдаваться к описанию процесса. Может быть, это дальше. Допустим, что-то началось. Все хорошо, а потом все разно. А? Можно вопрос? Да. А есть же толкование, что пред сотворением неба и земли, здесь уже контекст другой, меняется смысл. Все раз толкование. Перед, пред сотворением неба и земли. И тогда смысл появляется вот этого… Нет, нет, нет. Нету пред. Тут толкование классическое, понимать, не в начале. Ну, как бы в начале сотворения неба и земли. То есть, она еще не была сотворена. Да, да, да. Не в начале сотворения, а в начале сотворения. Неправильно, ну, как по-русски надо, я не могу затормозить. В начале сотворения. Берешут Боро. Прият. Не Берешут Бора, а Берешут Брия. В начале сотворения, да. Но все равно, в начале сотворения. И он сказал, можно вернуться и посмотреть, как написано. Сказал, Бог да будет свет, и стал свет. Нет, не обладает. Земля была в начале сотворения неба и земли. Все укладывается. Да, земля была пустая. Вот когда началось сотворение, то есть, в общем-то, это не как, ну, если идти за Раши, да, за первым комментарием Раши Таре, то первое, что он предлагает, это читать, так как вы говорите, да, в начале сотворения. Тогда вообще не возникает вопроса, что, в общем, он сначала сотворил, а потом оказалось, что она пустая, фаотичная, похожая, как на реке, и сманетилась. Если мы влезаем в различные каббалистические схемы, то можно сказать, что тут в начале все было хорошо, когда мы развалились. Но мы в это, получается, совершенно не влезаем. Мы читаем то, что написано. А написано, что в начале было вот хаос, петьма над грязью. Хаос сотворил два, как бы, две вещи. Небо и землю. И про землю мы сразу же читаем, что она была хаотична. Да, про небо ничего не сказано, кроме того, что оно не было. Можно предположить, что там был некий порядок. Хорошо. Ирина, вы хотели что-то спросить. Да, Михаила, я хотела вот что спросить. Вот, ну, у меня голова не каббалистичная, да, вот у меня возникает вопрос, неужели, вот, ну, то есть вот неужели мы должны представлять себе полностью отказаться от того, что мы видим в этом мире и воспринимать все как некие слова, буквы. Вот, например, вот меня очень поразило, вы сказали, что, а можно ли говорить про день, когда нет солнца? Вот, вот, вот для меня вопрос, как вот это соотносится? Причем тут человек, если нет солнца, о чем, как можно говорить про день? Причем тут человек? Вот, ну, вот, вот это мой вопрос. Это очень интересный вопрос, я думаю, но он, в общем-то, такой философский вопрос, хотя мы говорили в прошлый раз, что мы не то, он больше раз, чем философ, но тем не менее, я как скобка сказала, что это философский вопрос, поскольку тара и мир, все это предназначено для человека, это цель творения, в этом нет сомнений. Какой смысл в том, что мне рассказывают все, что было до вообще, до появления человека? Какой вот он смысл, я не узнаю, я этого не, человек не в состоянии это постичь, никто из людей этого не видел. И то, что там был ночь и день, это нам не важно, не интересно, как бы не имеет значения для человека. Для меня, в общем-то, нет, конечно, так сказать, человеческая история для меня имеет значение, потому что в этом как бы часть, ну, я уже загружаю куда-то далеко, но неважно, спойлеры здесь не разрешают. Нет, я говорю про объективную реальность некую. Но мы же не говорим про объективную. Объективная реальность, она другая, правда. Объективная реальность – это то, что я вижу каждый день, я думаю, что так было всегда. Да. Когда-то вообще спорили философы и раввины, был ли мир всегда или в какой-то момент его создали. Раввины говорили, вот, повторяя написку, что мир был сотворен, значит, до этой точки ничего не существовало. А нормальный человек, который видит перед собой день и ночь, день и ночь, и все время так, и родители ему рассказывают, что так было. У него нет оснований думать, что когда-то это было запущено. Если мы считаем, что это когда-то было запущено, мы должны спросить себе, нам это все рассказывать, в первых строках книги «Берешит» для чего? Какой это для меня имеет смысл? Это именно важный вопрос, который Маниту хочет разобрать. Он занимается разбором книги «Берешит» и начинает именно с сотворения мира, потому что в нем закладываются какие-то очень важные основы, важные для человека, моральные основы, смысл жизни, смысл создания мира, смысл создания человечества и так далее. И вот это наше предположение. Иначе зачем бы мы все это учили? Если у нас такое предположение, то я не понимаю, зачем ему было создавать дни, еще когда меня нет. Какой смысл, что там какие-то дни были? День, ночь, день, ночь, шесть дней творения. Зачем мне это все? Это как бы ко мне отношения вроде бы не имеет. Но мы же предположили, что это важно. Если все, что рассказывается в этой первой главе, важно, то надо понять, почему важно, что в один день было создвано что-то одно, в другой день что-то другое. Зачем? Это я пытаюсь объяснить вопрос. Не дать. Как ты считаешь, Андрей? Ну да, то есть мы должны, то есть что от нас требуется, вот я тоже ловлю себя на том, что хочется найти какой-то ответ, который я знаю, который где-то читал, да, на все эти вопросы. Но монету нас ведет к другому как раз, к тому, чтобы мы осознали глубину этих вопросов, да, а не старались от них отмахнуться. Вот я знаю, я читал, садись пять. Да, дело-то не в этом. Добрый вечер всем. Можно я выскажусь? Давайте, Валерия. Для меня, например, творение – это первая мораль. То есть любое божественное творение морально, потому что появилось понятие плохого и хорошего. А далее идет развитие морали божественной. И далее вот эта цепочка морального развития, она приводит к сотворению человека, в конце концов. Вот такое ощущение. То есть вы и сами сказали это слово «мораль». Вот глава Берешит – это доказательство того, что в основе творения лежит мораль. Безусловно, я даже это в прошлый раз говорила, то есть как некий спойлер к тенью манитур. Но на сегодня мы начали с нуля. Мы начали читать с самого начала. Мы предполагаем где-то, что это нам что-то объяснит. Объяснит нам что-то большее, чем то, что мы видим в мире перед нами. Но пока, как говорит Андрей еще раз, мы должны проникнуться пониманием, что это очень глубокий вопрос. Где тут мораль? Как она возникает? Почему именно вот эти основы моральные здесь заложены, как вы говорите? Да, они здесь заложены. Но где мы это видим? Как мы можем это осознать? И когда мы это осознаем, это что-то добавляет к нашему пониманию мира, себя и морали. А не просто слова, что да, здесь заложена моральная основа. Пока мы не поймем, каким образом они заложены и как это устроено, это все еще недостаточно. Такое у меня ощущение. То есть получается так, что если мы, глядя на этот мир вокруг себя, мы не видим в нем никакой морали. Да, и само понятие морали, то есть указание того, что хорошо и то, что плохо, оно приходит откуда-то извне. Да, и оно для меня как бы внешнее и чуждое. И как раз с этого и начинается Тора. Что есть кто-то внешний, кто все это творит. И то есть получается, что говоря мне, что есть кто-то внешний, кто стоит за этим и все это творит, Тора ведет меня как раз подводя к понятию морали. Что вот это есть тот внешний, который все творит, у него есть какое-то для тебя послание. Он хочет тебе что-то сказать. Вот это послание – это есть мораль как раз. Ну да, наверное, да. Не случайно задают вопрос про добро. Откуда берет? Вообще зачем мы это акценты спрашивают? Видел, что это хорошо? Что значит добро? Откуда оно вообще здесь взялось? Почему оно сюда влезло? Мы еще о нем зле не говорили. Но этот рефрен, он, по идее, должен настроить меня на понимание, что есть добро и зло. Перекликайте с тем, что аудитория. Мы дочитали этот абзац? Да, да. Посмотрим примечание. По словам Рава Ашкинатия, понятие бесконечного числа явлений выражается именно в человеческом внешности. Ну, это такое замечание. Нет ни одного человека похожего на другой. Человек – это высшее проявление реальности. Тот факт, что нет двух полностью внешне похожих людей, то есть разнообразие людей и бесконечности, это бесконечность и оттенка природы по словам Рава, природа и отражение высших природов. Еще здесь одно замечание. Действительно, Рав на одно время, в начале своей жизни, он много интересовался, и это было Рава Ашкинатия. Но она здесь говорит, что он употребляет термины. Следующий абзац мы называем то, что описано в первой главе книги «Берешит» шестью днями творения. Или, как принято говорить, мир был сотворен за шесть дней. Сказал бы, все правильно, нет? Это выражение может иметь частично и символическое значение только тогда, когда о нем говорят в общем смысле. Однако глубокое рассмотрение этого стиха указывает на базисную ошибку в нашем понимании. Выражение «шесть дней творения» не имеет смысла, так как согласно основополагающему подходу Тары, термин «творение», то есть «брия», относится к вневременному событию. Соответственно, второе творение – это момент, когда возникает нечто из ничего. Однако возникновение этого нечто из божественного ничто не является протяженным во время. То есть, когда мы говорим, что это творение шесть дней, на самом деле там фактически нет почти творения. Там все время. Сделал Бог, да? Это другое слово на евреции. И оно не означает творение в смысле создания нечто из ничего. Означает просто переделку, переустройство, какие-то процессы, которые Бог производит в мире по организации. И это очень важно, мне кажется, для монету, в общем понимании идеи творения. Как оно происходит и что оно означает, мы это увидим дальше. Но ему важно подчеркнуть, что Армения расстанутся на шесть дней. Шесть дней – это действительно действие Всевышнего по переустройству мира, но это не творение и вообще не совсем понятно, что это такого. Чтобы поглубже понять эту тему, мы проанализируем слово «бара» – «сотворил». Корень «бит рейш али» означает «сотворение из ничего». В переводах вторые также используются синонимы, более или менее близкие к оригиналу. На латыни наиболее близким понятием является «ex niviru», то есть из ничего. Но в основе лежит армейское слово «бара», и судя по его аналогу в других семитских языках, означает «вынесение вовне», «отчуждение». «Бар» – это то, что вне тебя. Вместе с тем, слово «бар» означает также «сын». Ну, в общем, без алифа, тем не менее, у него есть тот же самый оттенок «вынесение вовне», то есть порождение, реализация, создание чего-то вне тебя. В принципе, «брия», она, безусловно, связана с выходом из собственной рамки, созданием чего-то, что вне. То есть это реализация чего-то, что находилось в сокрытии или в состоянии зародыша внутри чего-то другого больше. То есть оно возникло, мир возник. Каким-то образом он был внутри чего-то большего, может быть. Но, во всяком случае, по значению слова означает, что это «бонесение вовне». Из этого следует, что в соответствии с того, творение – это выведение наружу, урождение чего-то, что прежде находилось в сокрытии. Или, другими словами, наделение собственным существованием чего-то, что прежде не было отделено. Перед нами метаморфоза. Ведь то, что существовало прежде в другой неотделенной форме, внезапно было выведено наружу к самостоятельному существованию. С точки зрения языка иврит, нам следовало бы ставить определенный артикль, букву «гей» перед словом «творение», поскольку здесь речь идет об уникальном первичном явлении, которое никогда не повторялось, никогда не повторится. Это первичное событие называется «творение», «габрия». И оно описано как процесс, стоящий из шести этапов или пользы словами «тарых дней», во время которых творению продается новая форма. Это понимание радикально отличается от того смысла, который мы обычно вкладываем в слова «шесть дней творения». Ведь обычно мы подразумеваем, что творение продолжалось шесть дней подряд. В реальности творение не может продолжаться шесть дней, поскольку оно реализуется в один единственный миг, начало, который сам существует в начале, до существования понятия «время» и предельно близко к нему. Представление творения, которое мы предлагаем здесь, а именно выводное состояние, в котором время не существует, в состоянии существования времени, не допускает такого бы изменения того, что существовало до того, как часы творения начали тикать. Это довольно длинный кусок получился, но, по-моему, он довольно здорово объясняет соотношение мира и творения. Они как бы не находятся в одной вселенной, в одном пространстве одновременно, поскольку часы начали тикать только когда мир возник. То есть в этот момент творения нет или, наоборот, оно соприкасается с миром и происходит все время, что мир существует, поскольку творение – оно происходит на другом уровне, не на том уровне, в котором существует мир. Я, понятно, сказал? Может быть, ты лучше объяснишь, Андрей? Ну, я тоже последнюю вот эту, да, сразу не понял. Ну, то есть в нашем мире есть последовательность, есть время, да? Да. Точка, из которой мир сотворен, там, в принципе, времени нет, да? Да. Вот, поэтому как бы вначале, да, это слово, оно говорится нам, да? Берешит, да, то есть это в начале этого мира, да? А про точку творения, про творца мы и этого тоже сказать не можем, да? Что для него есть какое-то начало, да? Точно так же мы не можем и сказать, что для него процесс творения закончен. Да. Потому что у него, если и начала нет, то и конца тоже нет. Получается, это для нас, относительно нас есть момент творения, да? Для творца, то есть можно сказать, как раз вот отсюда, может быть, и следует, что творение постоянно продолжается. Потому что она находится вне времени. Может быть, может аналогию какую-то, это не будет точной аналогии с книгой, с фильмом, который уже, собственно, сделан, написан. Ты его смотришь от начала к концу, там, допустим, но вообще говоря, оно уже существует. Я по отношению, оно по отношению ко мне в другом измерении как. Измерение, которое происходит в книге, время, которое происходит в книге или в кино, оно не актуально для меня. Я могу прокрутить быстро, я могу остановить и так далее. То есть мы находимся в разных пространствах. Это не полная аналогия. Как всегда, аналогия, она не может отразить реальность полностью. Но чтобы как-то, так сказать, чему-то уподобить, как тебе кажется? Ну да, то есть как бы есть восприятие фильма, есть пленка, на которой это каждый разный кадр. Да, есть тот, кто эту пленку может проецировать, тот, кто это все придумал. Да, и это все как разные реальности. Я бы назвала чувством поэтапности. Первое, что нам дано, чувство поэтапности. То есть делается, для каждого есть свой кусочек пространства, этап. И во всем есть порядок. Вот это вот, ну, одно как бы течет за другим. Чувство порядка и поэтапности. Не все сразу. Нет, это понятно. В нашем мире не все сразу. В нашем мире все разделено на этапы, на этапы творения. То, что мы называем творением, развитие мира. А для Всевышнего, на самом деле, неправильно называть это творением, потому что творение, оно или вне нашего мира. Ну, то есть оно действительно вне нашего мира. И то, что мы называем начало, это не имеет отношения к творению. Оно действительно вытекает из творения, но оно не является творением. В этом мире мы не знаем, что такое творение. Это немножко трудно, наверное, осознать, но то, что Андрей упомянул, что действительно это основа идеи того, что творение беспрерывно. То есть мы в любой момент времени с ним соприкасаемся, с творением. Может быть, мы этого не чувствуем. Время в книге не идёт так, как он сказал. Ну, в общем, это не одно и то же, конечно. Вот постоянное улучшение? Нет, он постоянно в контакте с нашими творениями, постоянно находится в каком-то контакте с нашим миром. Например, Медраж, он просто говорит, он описывает это более простым языком. Он не как бы меньше рассчитывает на экстрактное мышление. Говорит, что просто каждую секунду творец возобновляет мир. Творение происходит просто каждый миг. Это то, что говорит Медраж. То есть это можно себе представить каждый миг. Каждую секунду всё заново обновляется. Но Рам хочет нам представить некоторые абстракции, которые находятся в разных планах, в разных мирах, в разных точках. Про Всевышнего, который заполняет все миры, вообще ничего не знают. А творение, оно не часть нашего мира. Оно находится в контакте с нашим миром. Тут ещё важна аналогия с сыном. Потому что нас учили, что творение – это нечто из ничего. Но сын, который рождается, он же рождается не из ничего. Он же вначале существовал в маме, до этого он существовал в папе. Но только это всё скрыто от него. Точно так же и у творца существовал замысел. Или существует замысел. Но он, в принципе, для нас находится в другой реальности. И поэтому для нас как раз мы возникли из ничего. А у него есть с нами некая связь. Связь перехода из его замысла в ту реальность, в которой мы живём. Да, очень здорово. Я люблю, как ты определяешь. Я не думаю, что нужно себе читать примечания. Если кому-то это интересно, можно купить книжку. А у тебя есть вообще книга, Андрей? Нет, только в электронном виде. А, я бы тебе прислала, если хочешь. Ну, не факт, что нужно. Мы же не дома. Ну, понятно. Ладно. Однако до начала времени это понятие, которое человеческий мозг не может вместить. Да, вот то, что мы сейчас пытались вместить и сказать, что мы, в общем, это не понимаем. Но так оно и есть. Так как человеческий разум не знает реальности решённой времени. На самом деле у нас не было бы ни малейшей возможности осознать понятие творения, если бы Тара не открыла нам, что это событие действительно произошло. Понятие творения не могло бы войти в лексикон человеческого сознания, так как человеческая мысль, которая развивает сама по себе без какой-либо информации или помощи сверхъестественных сил, не способна вообразить нечто предшествующее время. Ну, это написано ещё до теории большого взрыва, я думаю, или сказано. Теория, она возникла вовсе не потому, что она хотела подтвердить написанное в Таре, а просто естественным образом развелась из всяких физических уравнений. Опять же, это не подтверждение теории творения, потому что даже в теории большого взрыва физики спрашивают, а что было до? Потому что невозможно поверить, что до этого ничего не было. Или откуда взялась эта вселенная? Хочется проникнуть мыслью или формулами во что-то, что было до, или что поразило эту вселенную. То есть это, в общем-то, совершенно, мне кажется, это здорово отражает нашу психологию. Мы не можем себе представить, что что-то было до, поэтому мы хотим найти, что было до. Идея о том, что мир вечен, она как бы гораздо проще для восприятия, чем идея сотворения. Тем не менее, люди привыкли современные к теории большого взрыва, вот к тому, что был какой-то момент, когда все возникло, а до этого ничего не было. Ну, по-моему, насколько я знаю, в физике все-таки строят теории сегодня о том, что было до. Или, может быть, не прямо так формулировать, но, допустим, что эта вселенная порождает другую. Не знаю, я не физик. А, то есть они уже пошли дальше и обратно вернулись вот к этой греческой вечной вселенной, да? Я не думаю, что они действительно реальны. Это очень трудно что-то доказать или смоделировать, правильно сказать. Мне кажется, я не физик, и надо спросить у физиков. Но я слышала просто, что есть всякие теории, откуда вот этот вот первичный взрыв взялся. Что было то, может быть, раньше было. Члены, которые сжалуются, потом сжалуются. Есть такая тоже теория, что постоянно сжалуются, потом склопываются. Разные теории. А почему возникает желание смоделировать, что было до? Потому что разум нас, как говорит монитор, это совершенно ясно, с трудом воспринимает идею о том, что когда-то чего-то не было. Ничего не было. Как? Как ничего? Это действительно очень сложно. Просто приходится в это верить. А так даже Амбам говорит, что теоретически это было бы проще в это верить в свое время. Но нам Тарас сказал, что это так, поэтому мы верим. Прости, еще один абзац, наверное, тогда закончим на сегодня. Так, чтобы точнее понять, о чем идет речь, попробуем сформулировать это по-другому. Если наука занимается повторяющимися явлениями, которые можно воспроизвести и измерить, то творение по самой своей сути, являющееся одноразовым явлением, не может быть частью научного теологического исследования. Интересно. То есть наука изучает только то, что повторяется. А то, что один раз произошло, это не с чем сравнить и некуда вписать. И поэтому это невозможно экспериментально исследовать. Абсолютно верно. Я об этом много думала, на самом деле. Так. Человек не знаком ни с какой ситуацией в реальности нашего мира, которая была бы похожа на то, что описано в Торе. Даже роды от этого отличаются. Если так, то для естественного мышления творение – это парадоксальное понятие, противоречащее всему, что знакомо нам в мире действия. Понятие, которое заключает в себе логическую невозможность. Мы так привыкли перечитывать стихи Торы, и такова опасность привычки, что привыкли думать, что творение – это рациональное понятие. Но это не так. Понятие творения было передано человечеству через пророчество – сверху вниз. Ведь если бы Тора не представила его нам, мы не смогли бы о нем узнать. Человеческая мысль и воображение не в состоянии по-настоящему осознать смысл понятия творения. То есть мы вспоминаем об этом, постоянно читаем и в Торе, и говорим, и в молитвах, и в шаббат вечером осознаем, что мы свидетельствуем о том, что мир сотворен. А на самом деле, наоборот, в этом есть то, что мы к этому привыкаем. И нас на самом-то деле привыкаем точно так же, как привыкают греческие философы к тому, что мир вечен. И на самом деле… Я бы сказала, что наоборот, греческие философы, естественно, думают, что мир вечен. Потому что они к этому привыкли. У них такая реальность, а у нас реальность творения. Но мы просто вот, да, мир сотворил, разбуди меня… Но мы привыкли читать таким образом Торо. Мы привыкли к тому, что, так сказать, да, так написано, значит, так оно и есть. Но я думаю, что очень важно вот это вот… То, что он пишет, узнать парадоксальность такого подхода, что вообще это совершенно не очевидно, что это странно. Это никто… Даже мифы, на самом деле, они не говорят о створении. Они говорят о процессе каком-то там между разными богами. Сначала был такой бог, потом был другой бог. И нигде ничего не сказано, так сказать, откуда же все и каким образом все завертелось. Нет такой идеи, да, естественным образом, глядя на мир, можно выдумать мифы, потому что тебе хочется знать, кто создал мир. Таким образом, как бы создали человека и так далее. Ну, то есть, есть разные мифы. Но никто из них естественным образом не сказал, что мир… У мира было начало, а до этого как бы его не было вообще. Ну, потому что это естественно. А с другой стороны, те, кто верит в еврейского бога и в Тару, они уже привыкли к тому, что, так сказать, да, естественно, это одно. А в Таре написано по-другому. Ну, хорошо, мы приняли то, что написано в Таре. И они не… Вот это вот столкновение, понимание, парадоксалность, оно очень важно. То, что я говорила вначале, задать вопрос – это очень важно. Потому что из него вытекают уже дальше какие-то глубокие понимания. Если это очевидно, не о чем об этом говорить. Если это просто, не о чем об этом говорить. Но вот то, что Тара начинается с сотворения, это совсем нетривиальная вещь, и это совсем нетривиальная идея, которую Тара нам хочет принести. Ну, давайте, может, здесь остановимся, как вы считаете? Или продолжим? Есть вопросы или впечатления? Ну, ладно, тогда на сегодня мы закончим и продолжим в следующий четверг. Это четверг у нас сегодня? Да. Да. Оставайтесь с нами. Было очень приятно, что ты был сегодня, Андрей. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. До свидания. До свидания.